На работе мы проводим большую часть времени. Мы четко знаем наши рабочие обязанности, но не всегда знаем права. Особенно остро это ощущается при увольнении. Какие выплаты нам полагаются и как происходит процедура увольнения, расскажет наш юрист. Чаще всего сотрудника увольняют по его собственному желанию. Работник должен предупредить работодателя о своем увольнении минимум за две недели. Срок начинает исчисляться со следующего дня после написания заявления об увольнении. Однако законодательство для некоторых категорий работников устанавливает иной срок. Например, если речь идет о директоре организации, то директор должен предупредить учредителя организации минимум за один месяц. Двухнедельный срок не будет соблюдаться, если увольнение связано с нарушением трудового законодательства либо по соглашению сторон. В заявлении об увольнении сотрудник указывает фамилию, имя, отчество, основание, также дату предполагаемого увольнения и дату подписания самого заявления. Оформляется бумага в произвольной форме. Уволить сотрудника раньше срока, указанного в заявлении, нельзя. До истечения двухнедельного срока работник может передумать увольняться в любой момент. Для этого ему необходимо написать заявление об отзыве своего заявления об увольнении. И если речь идет о предоставлении очередного отпуска с последующим увольнением, то такое заявление необходимо написать до начала отпуска. В этом случае существует единственная причина для отказа, если на ваше место переводят сотрудника от другого работодателя. В остальных случаях сказать «нет» вам не могут. В последний рабочий день работодатель обязан рассчитаться со своим сотрудником и выдать ему все документы. Это трудовая книжка, справка 2 НДФЛ и другие бумаги по письменному запросу сотрудника. Если вы не смогли забрать ее вовремя, работодатель обязан направить уведомление о необходимости забрать трудовую книжку или получить согласие на отправку ее почтой. Если же такие меры не предпринимались, то работодатель может понести материальную ответственность. Например, получили вы через полгода свою трудовую книжку в силу каких-то причин. Так вот, за этот период, то есть с момента, когда фактически ваша работа у этого работодателя закончилась и до момента, когда внесется новая запись, вот этот период времени работодатель вам обязан возместить все из размера среднего месячного заработка. Это то, что касается официального трудоустройства. Но нередки случаи, когда недобросовестные работодатели прикрывают трудовые отношения договором гражданско-правового характера. Если вы будете работать с 9 до 5, с 5-дневной рабочей недели, не может идти речи о гражданско-правовых договорах. Это трудовой договор. Особенно внимательно к трудоустройству стоит относиться работникам вахтового метода в условиях Крайнего Севера или районов, приравненных к нему. Такой вид работы, дополнительной гарантии и компенсации четко регламентированы в Трудовом кодексе Российской Федерации и обязаны к соблюдению. При оформлении договора о возмездном оказании услуг работодатель снимает с себя такую ответственность. Тем более при увольнении никаких гарантий может и не быть. Пожалуйста, смотрите то, что вы подписываете. У нас были случаи, когда сотрудники подписывали бумаги, например, о получении заработной платы в наличных денежных средствах. Хотя этого факта не было. Потом доказать что-то, да, конечно, это все возможно, но это трудно. В этот раз мы не будем подводить привычный итог. Перед тем, как уволиться с настоящего места работы, внимательно изучите трудовой договор и будьте готовы отстаивать свои интересы, если это понадобится. Знайте свои права и не забывайте про обязанности.